Десять дней, как в Забайкале действует мусорная реформа. Сказать, что к ней не были готовы, не сказать ничего. Норматив оспорен, ведутся замеры. Надеемся, что ведутся. Предельный тариф был утвержден только 20 декабря. В новогодние праздники Читу завалило мусором, но его немного разгребли. Сегодня состоялось целых пять совещаний и все по мусору. В городской администрации с самого утра аншлаг. Собрались предприниматели, общественники, чиновники, представители ведомств и управляющих компаний. Сначала традиционный доклад. На линии у нас работало 13 единиц техники. С 1 по 9 число вывезено 12 744 кубометра мусора. Поступило в колл-центр 2774 звонка. С 1 по 9 число звонки различного характера. Основное количество, основная масса у нас поступила за вчерашний день после праздничных выходных. Это 2240 звонков касаемо заключения договоров и выполнения заявки. И началось. Предприниматели говорят о том, что до аллерона не дозвониться. Работает всего пять операторов колл-центра. Как же подать заявку? Звонили мне лично. Я попросил, чтобы оформили заявку. Насчет есть заявка или нет сейчас не могу сказать. Но в любом случае сейчас мы отработаем это все и организуем вывод. У вас личный телефон или нашли, поэтому у вас все подчиненное не... Я же вам говорю, был звонок, я лично разговаривал. Но не каждый может лично позвонить Гаджи Юнусовичу. Офис у компании всего один. На оформление заявок 15 юристов. Не все в штате. Не хватает контейнеров на площадках. А если еще и не вывезли вовремя, то кто должен все убирать? Управляющая компания или аллерон? Еще один из важных вопросов – утилизация золы. В системе образования 9 котель, которая окапливает именно дозвонок у нас. Вот главный на сегодняшний день договор остается на золовой толстой стране. Но пока, честно говоря, проблематично. Буквально 2-3 дня у нас начнутся проблемы. Этот вопрос поставил всех собравшихся в тупик. Ну и кто золу будет выводить? Давайте сейчас решать. Это вопрос такой в тупик нас поставил всех. Если у физических лиц образуются золошалковые отходы, они могут либо заключить договор с любой организацией, у которой есть лицензия на транспортирование такого вида отходов, либо заключить договор с обществом с ограниченной ответственностью «Аллерон плюс». Стоит отметить, что это в тариф не входит. Это значит, что простым жителям и юридическим лицам, тоже, чтобы просто-напросто не допустить пожаров, придется заключать договор с «Аллерон плюс». Остальные игроки мусорного рынка постепенно выбывают. И «Аллерон плюс» прекрасно это понимает. Ситуация с компаниями «Старт» и «Забайкал спецтрансом» одинаковая. Контракты расторгнуты. Эти мусорные короли мертвы. А новый владыка даже не рассчитывал тариф на вывоз золы. Монополия показывает истинное лицо. Ничего не делая, требует, чтобы все заполняли заявки. «Предложение «Аллерона» было опубликовано 25 декабря. Срок 15 рабочих дней. Истекает 23 января. То есть, как бы, ну, работу-то надо вести, нахмостонную. «Аллерон-то» должен заниматься. Просто ее реально не было видно в течение года. Особо по договорной работе. То есть, в последнее время все делали. Получается, что «Аллерон плюс» поставил всех перед фактом. Либо мы, либо куча мусора. Понятно, что этого никто не хочет. Если сейчас один предприниматель не заключил договор вывоз мусора, второй не заключил, управляющая компания, ТСЖ не заключила, или там частный сектор не заключил, теперь представьте, что май будет твориться опять с городом. То же самое, что ли, будет твориться? Это был последний год. Вот нам дали деньги, 70 миллионов. Мы из них только потратили 40 миллионов на вывоз мусора. Представляете, это какие объемы? Чуть-чуть-то об этом тоже задумываться всем надо. Дальше еще интереснее. Если появляется монополия, то приемы должны быть, как у монополий. Например, ТГК-14, выставляя огромные счета жителям и бизнесу, еще и получает субсидии. Чем же «Аллерон» хуже? Может быть, это и будет руководством дальше к действию, в том числе и для нас, для власти. Во многих регионах вот проблему с такими видами отходов решают очень просто. Это субсидируется на уровне субъекта. То есть все прекрасно понимают, что... Там не субсидировать, понимаете? То есть вот этого механизма нет. Организация, которая будет осуществлять обращения с такими видами отходов. Действительно, правового механизма на уровне федеральном нет. Но никто не мешает нам такие правовые механизмы устанавливать на собственном уровне, на уровне Забайкальского края. Какие конкретные решения и сложившиеся проблем будут приняты, пока не ясно. Назначены еще два совещания на понедельник и вторник. Вячеслав Барнинский, Дмитрий Пенегин, ЗАПТ-ТВ.